Боксируем по правилам профессионального бокса. Стоячий нокдаун я не считаю. Внимательно слушайте команду. Команда стоп, прекращайте все действия. Коснись руками. Желаю успеха. Александр Степанович Калинкин, четырехкратный чемпион СССР. Легенда. Да, легенда бокса. И в его исполнении стоячий нокдаун, ребята, я не считаю. Это было очень сурово. Так, Шерпаков полетел. Стоп, 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 стоп. Вперед. Ох ты, что такое происходит? Да ты что. Но, пожалуй, это единственный шанс. Это опираться мельникой. Оп, ногой аккуратно, аккуратно, аккуратно. Скачай приложение Винлайн и получив ребет 2000 рублей без условий и депозита. Сделай ставку на своего фаворита абсолютно бесплатно и наслаждайся просмотром. Какой же злой топор. И что за комбинации вы исполнили. Не хочется назвать эти комбинации мельниц. Оба посеклись, оба посеклись уже. Крови у Кармазяна и у топора. Лежит топор, ой-ой-ой. Ну что это? Ну там снизу просится, конечно, на летящего Максима. Он, конечно, опрометчиво поступает. Но пытается закручивать. Кармазян, в общем-то, делает то, что и должен делать. Но уж очень мощно несется вперед Максим. Да, и такие атаки, ну, я называю бык-атака. Попал на отходе Кармазян. Ну вот здесь бокс ему должен помогать. Молодец, он не включает навстречу. Пытается отрабатывать передней рукой. Снизу закинул, тоже вроде попал. Да, это настоящая драка. Ринг сегодня настоящая арена для битвы. Голы кулаки, это совершенно другая история. Здесь техника не всегда решает. Один пропущенный удар и все. И в этом шанс топора. И за ним он идет, он охотится. Опять летит вперед. Саехс нас справа пропускает. Да, и слева пропускает. Топор идет вперед. Немножко не понимает, что происходит, но все равно пытается сделать навал. Подустал Максим. У меня есть ощущение от пропущенных ударов. Удары навстречу. Быстрые, резкие, хлесткие такие. Кармазян, мне кажется, почувствовал. Вкатился в бой. Остановил, остановил. Остановил топора, мы это видим. Да. Ох ты справа, но здесь, вы знаете. Мощь. Держи ноги и все. Все, он уже твой, понял меня? Держи ноги. Острее чуть-чуть, слышишь? Не клинчи. Подыши, подыши. Не надо там. Сойдет правая, ну кто, подыши. Начинаешь просыпать, вот так. Сразу, да так, да. Прикрызывай, тянешь его рассчитать. Возвращаемся в прямой эфир РЕН-ТВ. Вегас Сити Холл. Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Ну что, первый раунд за учителем, за тренером. Я бы так сказал. Давайте посмотрим на лицо топора. Он очень много пропустил ударов навстречу. А Кармазян, ну, такой, в чисто боксерской технике, с боксерскими элементами на провале. Правый прямой, левый сбок. Кармазян почти что Роман Кармазин. Помните, экс-чемпион мира Альбеев. Да, Альберт уверен не стал. Смотрите, останавливает он большого топора и могучего, который весит почти 110 килограмм. Да, очень узко бьет Кармазян, четко между рук. Ну, и Щербаков замедлился. И это, пожалуй, самая главная проблема для него сейчас. Вот так нестись вперед он уже не может. Да, и жалко мне, честно говоря, руки ребят, посмотрите, голыми кулаками. Еще раз попал Кармазян. Но публике очень нравится. Все, надо сказать, вовлечены в процесс. По-другому никак не назовешься. Ну, настоящая драка голыми кулаками, дорогие друзья. Попал сейчас Кармазян. Отвернулся Щербаков. И здесь два удара нанес его в затылок. И левый глаз практически заплыл уже у топора. Ну, а что вы хотели? Ударов справа пропускать нужно было поменьше. Да, зашатало топора. Останавливался топор. Да, справа не видит совсем. Остановился и, скорее всего, что-то сейчас произойдет. Да, серия жестких ударов от Кармазяна. Левый глаз топора закрылся. Все, устал. Вымокался Макс. Альберт начал охоту за головой топора. По-другому и не скажет. Он хочет ее просто отсечь. Ох, сейчас было справа, это было бы насмерть. Тяжело сейчас приходится Максиму. Остановился топор. Все, ноги встали. Очень-очень большой урон он принял в этом раунде. И, к счастью, для него он закончен. Как чувствуешь себя? Будешь боксировать? Давай снимемся. Давай остановим, а? Калинка спрашивает, будешь боксировать? Давай снимемся, топор молчит. Ну, вообще, он вызвал своего соперника. Здесь такая дилемма сейчас в красном углу. Ее здесь коллегиально решают. Все. Называется... Бокс-стоп. Ну, да, ну, в общем-то, сдался на табуретке. Бокс называется так. Ну, наверное, по тому, как развивались события, последние секунды этого боя, это правильное решение. Конечно, с духа удара пропустил топор. В общем-то, не получилось ни разу, если видите, своим крюком, таким вот, такой лапой медвежьей, ни разу не получилось. Альберт очень точно, динамично и по месту, по сути, разбил. Разбил топора. Разрубил, можно сказать, как. Да. Альберт тормозил. Ну, знаете, скажу так, бокс зарешал. Бокс зарешал, да. Да, все-таки... Навал не получился, бокс зарешал. Вот так. Техника против мощи и силы. Да, хладнокровие, расчетливость против каких-то эмоций. Да, но у Макса был шанс, по сути, полтора раунда стартовая. Им он не воспользовался. Вернее, не смог его реализовать, не смог попасть. И с этого момента уже пошел, по большому счету, обратный отсчет для него в этом поединке. Да, ну... Кармазян убедительно выиграл этот бой, но радует, что ребята пожали руки сразу же после. Ну, кстати, во время боя уже они пожимали руки, а это значит, что все хорошо. Никаких вопросов, я думаю, между ними после этого не осталось. Господа, в связи с невозможностью соперникам продолжить бой по завершении второго раунда, в третьем раунде техническим нокаутом победу одержал Альпер Коуч Кармпатя. Аааааа!